Коллеги, добрый день. Меня зовут Тришина Кристина. Я представляю компанию Mail.ru, направление Mail.ru для бизнеса. И сегодня я бы хотела вам рассказать немного о наших продуктах, а именно о нашей корпоративной почте и нашем новом продукте, который называется MyTeamSuperApp. Прежде чем мы начнем, мне бы хотелось понять, знаете ли вы и слышали ли вы что-то вообще о нашей почте B2B и мессенджере MyTeam. Поставьте, пожалуйста, плюсы в чат, если знаете или слышали что-то об этих продуктах, или минусы, если, соответственно, не знаете и не слышали вообще ничего. Отлично. Да, спасибо вам большое. Я вижу, что для многих присутствующих сегодня информация по продуктам должна быть новой, поэтому надеюсь, что вам будет интересно и познавательно то, о чем я сегодня вам расскажу. Итак, сегодня мы с вами поговорим о продуктах, сделаем обзор почты и мессенджера, обсудим лицензирование, поговорим немножко про партнерскую программу и обсудим кейсы. Я полагаю, что все вы прекрасно знаете компанию Mail.ru и пользуетесь, либо пользовались когда-то нашими продуктами. Наша компания существует на рынке с 1998 года, и за эти 23 года мы прошли путь от обычного почтового сервиса до полноценной экосистемы. Сейчас в нашем портфеле представлены очень большое количество сервисов. Это и информационные, и образовательные, игровые, музыкальные, аналитические, коммуникационные и многие-многие другие сервисы входят в группы компаний Mail.ru. В принципе, вот все, что относится к нам, вы можете видеть на этом слайде. Если говорить про корпоративную почту и MyTeam, то мы относимся к сервисам для B2B, которые в структуре Mail.ru группы выделены в отдельное направление и отдельную компанию, которая называется Mail.ru цифровые технологии. Помимо тех продуктов, о которых мы сегодня с вами поговорим, у нас есть еще ряд продуктов, которые закрывают те или иные задачи наших заказчиков. Как пример, сервис «Цифровой ассистент», как следует из названия, он призван помогать сотрудникам компаний быстро находить ответы на множество рабочих вопросов, помогать им находить какую-то нужную информацию легко и быстро. Этот сервис интегрируется с внутрикорпоративными системами в периметре заказчика, и он способен понимать простой человеческий язык при направлении запросов. Другой наш сервис – Digital Insider. Это цифровая платформа социализации и управления опытом сотрудника. Она предназначена для повышения повлеченности и эффективности сотрудников. В нее входят инструменты для HR, внутренний корпоративный портал и модуль для развития сотрудников и повышения их эффективности внутри компании. Теперь давайте более подробно поговорим уже непосредственно про нашу корпоративную почту и ее функциональную часть. Наша почта, B2B-почта Mail.ru, состоит из серии компонентов, таких как непосредственно сама почта для обмена почтовыми сообщениями, календарь для планирования встреч и собраний как внутренних, так и внешних, и адресной книги. Все это представлено в веб-версии и в едином мобильном приложении. Наше мобильное приложение представляет собой супер-эпп, где присутствуют, естественно, все обозначенные компоненты, и между этими компонентами можно достаточно легко переключаться и переходить из одного сервиса в другой. Безусловно, и наша почта, и наш мессенджер входят в реестр отечественного ПО Минкомс связи, и, соответственно, наши продукты можно предлагать в том числе компаниям, перед которыми стоит задача по импортозамещению. По функциональной части в нашем почтовом решении присутствуют IMP-технологии. Мы единственные в России, кто вообще поддерживает эту технологию, и мы входим в международную группу по разработке данного стандарта наряду с компаниями Gmail и с компаниями Yahoo. Суть данной технологии заключается в том, что вы можете непосредственно из тела письма совершать какие-то действия. К примеру, вот как показано на слайдах, вы можете подтвердить встречу, и для этого вам не требуется открывать дополнительных ссылок, вкладок и так далее. То есть можно подтвердить встречу непосредственно из тела письма, и, в принципе, эту технологию можно применять не только в календаре, можно применять ее и в другом функционале, в других каких-то базовых функциях. Те дубликация. Мы поддерживаем микросервисную архитектуру, да, по своей структуре, и микросервисная архитектура позволяет нам быстрее добавлять и разрабатывать новые сервисы и при необходимости обновлять их достаточно быстро. Возможность реализации дубликации позволяет нам существенно экономить на инфраструктуре хранения и обеспечить высокую скорость работы почты с вложениями практически любого размера. Для нашей почты не требуется ничего дополнительно разворачивать. Мы используем базу данных, в том числе базу данных in-memory. Если вы знакомы с этой терминологией, то это одни из самых быстрых баз данных, которые существуют в настоящий момент на рынке. И данные базы позволяют нам обеспечить достаточно высокую скорость скорость поиска информации в почтовой системе. Данная технология у нас используется в почте и B2B, и B2C. Если вы знакомы с нашей B2C-почтой и пользовались ей, то, в принципе, вы можете понять и уже сейчас протестировать, насколько быстро находится то или иное письмо, насколько быстро система обрабатывает ваши запросы. По умолчанию мы храним вложения на двух образцах физических машин. Это позволяет нам достичь достаточно высокого уровня отказоустойчивости без использования сторонних средств. То есть все это идет уже непосредственно в коробке. Для обеспечения высокой скорости работы наша почта работает через веб-интерфейс. Но если по каким-то причинам заказчик не хочет или не может использовать веб-интерфейс, то мы можем работать через любые сторонние почтовые приложения. Если говорить про операционные системы, то мы поддерживаем работу как на отечественных операционных системах, среди которых Астролинукс, Роса, Редос, так и на западных операционных системах, таких как Центоз и Редхат. Центоз является операционной системой у нас по умолчанию. Давайте теперь перейдем к базовому функционалу, к тому функционалу, которым должна обладать почта. Если говорить про функционал работы с папками и письмами, то у нас достаточно быстрый и удобный поиск по нескольким параметрам. К примеру, по словам и фразам из письма, отправителям, вложениям и так далее. Можно искать как по отдельности по какому-то критерию, так и по этим объединенным критериям. Также мы поддерживаем настройку фильтров по различным параметрам. У нас есть возможность объединить письма в треды. Что такое треды? Это когда письма с одной темой объединяются, и в почте пользователя висит только одно письмо вместо нескольких. Вы знаете, когда бывает обсуждение какой-то темы, и постоянно приходят новые письма, где добавляется вот это вот Ре как ответ. В отличие от многих других почтовых систем, у нас треды не выглядят как многоуровневая вложность, где присутствует больше 10-15 писем, да, к примеру. Ну, то есть как это выглядит. Есть 10-15 писем, и в самом низу все письма уже начинают идти в колонку по одной букве. Я могу предположить, что вы сталкивались с такими письмами. В нашем случае, в случае с нашей почтой, такой схемы не будет. Все письма у вас, у ваших заказчиков будут отображаться вполне себе конкретно. Дополнительно у нас присутствует функционал по отмене отправки сообщения, то есть когда пользователь случайно отправил письмо и понял, что забыл добавить кого-то в копию или вложить какой-то файл. В таком случае после отправки письма у отправителя есть какое-то время, чтобы отменить отправку и внести все необходимые корректировки и отправить это письмо заново. Отложенная отправка письма позволяет настроить день и время, в течение которого письмо будет отправлено получателю. Эта функция достаточно удобна, к примеру, когда есть необходимость отправить письмо человеку в другом часовом поясе, но вам не хочется этого человека разбудить среди ночи, и вы беспокоитесь о качестве его сна, поэтому ставите отложенную отправку, и письмо приходит в то время и в тот день, который вы поставили по умолчанию. Мы поддерживаем функционал стандартных и динамических рассылок, то есть когда есть необходимость отправить письмо не одному пользователю, а целой группе. Ну, не буду сейчас рассказывать про это более подробно. Я думаю, что этот функционал, он понятен и является достаточно базовым. В отличие от многих других почтовых решений, мы можем отправлять файлы действительно больших размеров. Иногда возникает необходимость отправить какую-то массивную презентацию или, к примеру, многостраничное ТЗ, но ввиду того, что на сервере, на входящем или на исходящем есть ограничения, это письмо отправить не получается. И что мы делаем тогда? Тогда мы идем на какие-то внешние хранилища, будь то Яндекс.Диск или Дропбокс, и заливаем всю информацию туда, формируем ссылку, копируем ее и вставляем в письмо. А потом оказывается, что у получателя есть запрет на открытие внешних ссылок, и тогда этот процесс передачи документов растягивается и занимает гораздо больше времени, чем изначально это планировалось. Такая ситуация происходит достаточно часто, по крайней мере, вот в рамках нашей компании мы работаем с множеством контрагентов, и, к сожалению, не все, далеко не все имеют возможность действительно открывать ссылки на сторонние ресурсы. Это достаточно неудобно. Поэтому наша почта позволяет прикреплять файлы до 25 мегабайт непосредственно в тело письма, файлы большего размера, почта автоматически размещает во внутреннем S3-хранилище, формирует ссылку, и эта ссылка добавляется автоматом в письмо. Причем, как вы можете видеть на скриншоте, те вложения, которые были загружены на внутреннее хранилище, они не формируются в виде ссылки, они формируются в виде стандартного вложения. Только единственное отличие от тех файлов, которые были нативно прикреплены, это появляется вот такая вот ссылочка. Соответственно, пользователю, получателю этого письма приходит письмо вот в таком полноценном виде. Ему не нужно никуда переходить и ничего скачивать. Все это уже есть в теле письма. Немножко про техническую часть, про панель администрирования и ее составные компоненты. Начиная от инсталляции и до процесса эксплуатации, для администратора доступна административная панель, где можно все достаточно гибко настроить, начиная от списка серверов и списка DNS и заканчивая достаточно широким диапазоном и большим выбором параметров для подключения к AD и к другим сторонним системам. По интеграции с AD, с Active Directory и с LDAP у нас идет поддержка этих протоколов. Также мы поддерживаем протокол OpenLDAP, FreeIP и другие open-source решения. Для подключения к AD или LDAP нам необходим только адрес, логин и пароль с правами на чтение и, соответственно, указание каталога, из которого мы будем выгружать, к примеру, список пользователей или групп. Таким образом, в нашу систему из инфраструктуры заказчика приезжают все пользователи, группы рассылок, орг структура и так далее, и система уже работает с этими данными. Мы не храним у себя пароли. Мы видим, что система подключена к AD, и вся дальнейшая аутентификация у нас происходит непосредственно через AD либо через LDAP, который установлен у заказчика. Одно из самых популярных требований в B2B, которые мы слышим от наших клиентов, текущих и потенциальных, это просмотр логов действия пользователей в системе. Что пользователь делал, когда он входил, куда входил, что удалял, переименовал, переносил и так далее. То есть это все важно знать системным администраторам. Соответственно, у нас в панели администрирования есть раздел, где можно посмотреть, какие действия совершал тот или иной пользователь, когда он это совершал, с какого устройства и так далее. Всю эту информацию можно будет посмотреть и при необходимости восстановить. Также у администратора системы есть возможность зайти под конкретным пользователем в его почтовый ящик и помочь ему, если вдруг у пользователя возникли какие-то проблемы при настройках почты, при формировании фильтров и так далее. Также этот функционал, возможность входа от имени пользователя позволяет администратору восстанавливать удаленные письма, причем он может восстановить даже те письма, которые были удалены из корзины. У обычного пользователя такого функционала нет, и это может сделать только администратор. Также достаточно полезная фишка, достаточно полезный функционал, учитывая, что иногда случаются такие ситуации, когда пользователь удаляет какое-то письмо преднамеренно и говорит о том, что ничего не было. Это все можно достаточно легко проверить, и даже нет необходимости подключать какие-то дополнительные средства контроля и так далее. Одной из других не менее популярных потребностей, которые сейчас есть у B2B, является возможность делегировать доступ к своей почте и календарю. Что это значит? Это значит, к примеру, у руководителя есть ассистент, который выполняет определенную роль, либо этот ассистент полностью берет на себя управление почтовым ящиком и календарем своего руководителя. Наша система позволяет настраивать такой доступ достаточно гибко. Можно предоставить доступ ко всем папкам, можно предоставить доступ к каким-то определенным папкам. По календарю можно настроить для ассистента доступ на чтение, на создание или на возможность редактирования встречи. Также руководитель может передать права своему ассистенту на написание писем от своего имени, либо наоборот он может эти права в любой момент у ассистента забрать. В любом случае настройки очень гибкие и очень точечные. Здесь на скриншоте вы можете видеть пример, для каких пользователей какие права были назначены. По поводу размеров писем и размеров ящиков. В корпоративном сегменте у нас всегда присутствует такое ограничение, как место на сервере, место на жестком диске. И, соответственно, чтобы размер почты не перешел за пределы возможности сервера и места для хранения, администратор может настроить для пользователей ограничения на размер ящика и размер вложений, которые он прикрепляет к письму. Эта настройка доступна массово для всех пользователей, либо можно персонально для какого-то пользователя, допустим, для дизайнера, который работает в компании и по долгу службы вынужден отправлять достаточно большие и емкие файлы вовне. Для него можно сделать персонально почтовый ящик чуть больше, и эти квоты можно увеличить. По адресной книге. Адресная книга является одним из стандартных функционалов, которые присутствуют в почтовой системе. У нас адресная книга представлена в двух вариациях. Это корпоративная адресная книга и личная адресная книга. Корпоративная, либо глобальная, как мы ее называем, адресная книга, она наполняется из АД, либо из ОЛДАПа. Это все происходит централизованно по всей компании, и пользователи не имеют прав на внесение каких-либо изменений в список контактов или корректировку определенных контактов. Личная же адресная книга, она присутствует у каждого пользователя в индивидуальном формате, и она позволяет пользователю добавлять туда свои личные контакты, отмечать их в избранной и производить с ними любые операции, которые пользователь захочет. Календарь в корпоративном сегменте. Календарь также достаточно популярная и востребованная вещь. Это гибкий планировщик для всех задач сотрудника, как рабочих, так и личных. В календарь можно добавлять встречи, добавлять в эти встречи различные детали, делать ссылки на звонки, делать описание тем встречи. Также можно добавлять напоминание о встрече и указывать, когда и по какому каналу это напоминание должно поступить. По умолчанию канал напоминания для календаря – это почта, но можно настроить, чтобы уведомления приходили в виде куш-сообщений или в виде смс-сообщений. Кому как удобно. Это настройка исключительно пользовательская, и каждый пользователь сам может выбрать тот канал уведомления, который для него более удобен и более приемлем. Также есть возможность добавления нескольких календарей. Их можно предоставлять к календарям доступ на чтение, либо полный доступ для своих коллег. Ну и, соответственно, как я говорила, можно передавать управление календарем непосредственно своим коллегам. На этом про функционал почты у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то давайте их сейчас обсудим. Следующий наш продукт, о котором я бы хотела вам рассказать, он называется MyTeam SuperApp. Это цифровое рабочее место сотрудника, которое содержит в себе функционал мессенджера, звонков, корпоративного портала, цифрового ассистента. И все это находится в рамках одного мобильного или десктопного приложения. Поэтому он и называется SuperApp. То есть такое универсальное приложение. MyTeam SuperApp – это наш новый продукт. Его релиз только-только запланирован на конец этого года, на декабрь 2021 года. MyTeam SuperApp построен на базе нашего текущего решения мессенджера MyTeam. И основное его отличие от текущего продукта в том, что он обладает гораздо более полным функционалом и закрывает большую часть потребностей заказчика в части объединенных коммуникаций. MyTeam SuperApp у нас состоит из нескольких функциональных блоков. Это блок непосредственно коммуникаций, куда входит функциональность мессенджера и звонков. Блок корпоративного портала и личного кабинета сотрудника, который позволяет компании поддерживать активную коммуникацию с сотрудниками и внутри компании. Также присутствует Marketplace приложений, который позволяет интегрироваться с внутренними корпоративными системами заказчика и отображать их непосредственно в самом приложении. И системы интеллектуальной роботизации, которые позволяют сотрудникам получить необходимую информацию достаточно легко и быстро. Далее я расскажу немножко более подробно про каждый из этих блоков. Начнем с блока по корпоративной коммуникации, по корпоративной переписке или, как мы ее называем, пространство для командной работы. Данное пространство позволяет вести переписку не только в рамках персональных чатах, но и также в рамках групповых переписок. В рамках групповой переписки или группового чата возможно создание тредов. Треды – это ветви обсуждения конкретных вопросов. Если вы знакомы с продуктом Slack, то я думаю, что терминология треда вам тоже должна быть знакома. Если более подробно, что такое тред. Предположим, что в чате кто-то из участников написал вопрос, который вызвал бурю эмоций у других участников. Такое бывает достаточно часто и приводит к тому, что рабочий чат, где обсуждаются какие-то важные вопросы, заполняется обсуждением чего-то одного и, в принципе, теряется мысль и теряется функция этого чата. В нем уже после таких обсуждений достаточно сложно найти нужную информацию или, наоборот, можно пропустить какое-то важное сообщение, которое должно помочь в работе. Чтобы такого не было, чтобы не забивать основную переписку обсуждением какого-то животрепещущего вопроса, можно создать для этого вопроса отдельный ветвь для коммуникации, отдельный ветвь для переписки и обсудить все это там. Это позволяет, во-первых, не забивать основной канал и, во-вторых, обсудить то, что так волнует большинство. Также для участников групп и персональных участников доступны аудио и видеозвонки. Они могут обмениваться файлами различными и могут совместно в рамках этих файлов работать. То есть система поддерживает совместную работу над документами. Оргструктура и профиль сотрудника позволяют получить все данные о сотруднике, начиная от должности, контактных данных, структуре, подчиненности, департаменте и так далее. То есть если есть необходимость узнать, где работает тот или иной человек, то можно зайти в оргструктуру по поиску по департаменту либо по фамилии и имени этого сотрудника найти и посмотреть про него всю необходимую информацию. Непосредственно из профиля оргструктуры можно своему коллеге написать сообщение, поставить встречу либо позвонить ему по аудио или видеозвонку. По звонкам. Звонки можно создавать как персонально, так и на целую группу без необходимости добавления каждого участника в отдельности. Если у пользователей есть группа, где они обсуждают какие-то проекты, то можно нажатием одной кнопки создать коллективный звонок, который автоматически поступит всем участникам этой группы. И в рамках данного звонка можно также проводить фиксацию договоренностей непосредственно в рамках группы, в рамках обсуждения. При этом резюме встречи, которое было зафиксировано, оно сохранится в группе и будет привязано к звонку. При необходимости найти резюме той или иной встречи, даже если она была уже достаточно давно, ее всегда можно будет найти в рамках этой группы, просто воспользовавшись поиском. То есть эта информация никуда не денется, и она всегда будет для всех доступна. Для пользователей будет доступно проведение онлайн-конференции и видеозвонков с количеством участников до 1000 человек. Им будет доступна возможность подключения также внешних участников. Можно будет демонстрировать экран, записывать звонок. Также появится интеграция с SIP-телефоней. Ну и, в принципе, будут присутствовать все те функции, к которым мы привыкли, когда пользуемся Zoom и Skype для бизнеса. То есть такой достаточно стандартный функционал по ВКС. По оперативным задачам. Что такое оперативные задачи? Это возможность постановки задач на своих коллег. В рамках оперативных задач можно обозначать сроки выполнения и отслеживать ход исполнения той или иной задачи. Задачи могут ставиться непосредственно как от пользователя к пользователю напрямую, так и от пользователя, точнее, от группы к пользователю. Предположим, что у пользователей есть группа, где они обсуждают реализацию какого-то рабочего проекта для одного из своих заказчиков. И в рамках данной задачи пользователи провели групповой звонок, обсудили шаги, которые им нужно предпринять для того, чтобы данный проект состоялся. И теперь им нужно это как-то структурировать и систематизировать. К примеру, пользователи договорились, что нужно сделать презентацию для заказчика, составить для него коммерческое предложение с учетом всех его пожеланий и правок, и сделать план, ну, допустим, по поставке оборудования. Для каждого из этих пунктов можно определить ответственного и поставить на него задачу с указанием сроков исполнения. И, соответственно, вся команда сможет видеть, на каком этапе находится выполнение каждой из этих задач. И если вдруг будут проблемы с соблюдением сроков или с выполнением какого-то пункта, то команда может подключиться к решению этого вопроса и помочь своему коллеге ускорить этот процесс. То есть процесс по шагам, он будет виден для всех, и его можно отслеживать и достаточно гибко контролировать. Безусловно, данная система не заменяет полноценные системы по управлению проектами. Это такая достаточно упрощенная и лайтовая версия, но базовый функционал по контролю постановки и исполнению задач система выполняет. По календарю мы уже сегодня с вами чуть-чуть проговорили, в рамках моего рассказа про почту. В рамках MyTeamSuperApp календарь будет представлен в виде полноценной версии, который на первоначальном этапе будет интегрирован с нашей почтой. с нашей корпоративной почтой. В рамках дальнейшего развития продуктов мы планируем также интегрировать календарь, который будет встроен в MyTeam. Мы планируем его интегрировать с календарем Microsoft Exchange. Здесь доступом к календарю можно будет делиться также с коллегами, можно будет создавать групповые календари с участником той или иной команды, можно будет также передавать своим коллегам права доступа и права просмотра и назначения встреч. Следующий функционал, который будет присутствовать в нашем новом продукте, в нашем новом приложении, это функционал корпоративного портала. Корпоративный портал с точки зрения компании позволит наладить коммуникацию между сотрудниками, он позволит опубликовать какие-то важные корпоративные новости, анонсы, мероприятия и так далее. Для сотрудников корпоративный портал может стать аналогом некой внутренней социальной сети, где у сотрудников будет возможность обмениваться друг с другом информацией, задавать вопросы, создавать различные посты, писать комментарии и так далее. Это является достаточно неплохим инструментом для того, чтобы объединить сотрудников между собой и наладить такой неформальный нетворкинг внутри компании. Особенно актуально функционал корпоративного портала для компаний, где работают больше, чем 500 сотрудников, 500 человек, и им просто физически очень и очень сложно познакомиться друг с другом и наладить взаимоотношения. То есть, как правило, в больших компаниях большинство сотрудников друг друга не знают. И это иногда не очень хорошо. Селф-сервисы. Они позволяют упростить сотрудникам жизнь и автоматизировать часть рутинных задач, которые зачастую требуют достаточно много времени и сил. Селф-сервисы интегрируются с внутренними корпоративными системами заказчика и позволяют, ну, буквально по нажатию одной кнопки получить нужную справку, заказать пропуск для гостя или получить какой-то нужный документ. Очень... мы сами используем в достаточно большом количестве эти селф-сервисы, и я с точки зрения пользователя могу сказать, что это очень удобный и полезный функционал, потому что он экономит достаточно много времени. Точно так же, как и цифровой ассистент. Основное отличие цифрового ассистента от селф-сервисов состоит в том, что цифровой ассистент все-таки предназначен для решения более масштабных задач по получению информации... для... по получению информации с сотрудниками. цифровой ассистент, как я уже и говорила, он способен понимать запросы на достаточно простом человеческом языке, он обучен воспринимать как голос, как голосовые запросы, так и текстовые запросы. У нас в компании цифровой ассистент также очень активно используется. В нашем случае он интегрирован с кадровыми и HR-системами. И, к примеру, когда у меня возникает необходимость узнать, сколько дней отпуска у меня осталось, или, к примеру, как рассчитываются отпускные, то я задаю этот вопрос непосредственно ассистенту. Тем самым у меня нет необходимости идти куда-то в кадровую службу, искать необходимого человека для того, чтобы задать ему эти вопросы. Все это я могу получить в очень оперативном и быстром режиме. Иногда случается, правда, такое, что у цифрового ассистента нет ответа на мой вопрос, но тогда он просто этот вопрос записывает и автоматически перенаправляет его тому сотруднику, который отвечает за то или иное направление. И тогда уже этот сотрудник приходит ко мне с той информацией, которая была нужна. Очень и очень удобная вещь. Следующий блок – это блок маркетплейса корпоративных приложений. Как я ранее уже и говорила, часть сервисов, которые присутствуют в MyTeam SuperApp, они способны интегрироваться с внутренними корпоративными системами заказчика. В случае с маркетплейсом корпоративных приложений данная схема работает немножко в обратную сторону, и уже корпоративные системы заказчика можно интегрировать в MyTeam. Что это значит вообще и зачем это нужно? Ну, в первую очередь, интеграция корпоративных систем позволит пользователям сократить количество используемых ими приложений, как в десктопном варианте, так и в мобильном варианте. Соответственно, приведу пример. Для того, чтобы зайти в условный 1С, не нужно открывать специализированное приложение, вводить туда свой логин и пароль. Это все можно будет сделать через приложение MyTeam. Пользователям не нужно будет авторизовываться, потому что система по умолчанию будет поддерживать функционал KeyClock или, другими словами, функционал единой авторизации. То есть, авторизовавшись один раз, пользователь получает свободный доступ во все корпоративные приложения, не только в те приложения, которые указаны здесь. На этом у меня по MyTeam Super App все. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в чат, либо задавайте их голосом. Если вопросов нет, то давайте тогда перейдем к следующему пункту, который связан с лицензированием. Проговорим про то, как происходит лицензирование наших продуктов и какие типы лицензий есть. С точки зрения лицензирования у нас все достаточно просто и понятно. Один продукт равен одному пользователю и одной лицензии. То есть, соответственно, если заказчик хочет купить условно 555 лицензий, то он просто покупает 555 лицензий. У него нет необходимости покупать какие-то серверные лицензии, покупать какие-то аддоны и так далее. То есть, если у него 555 пользователей, ему для того, чтобы обеспечить этих пользователей, допустим, почтой, либо MightyMod, ему нужно купить 555 лицензий на тот или на другой продукт. С точки зрения лицензий у нас присутствуют бессрочные лицензии и лицензии на один год. То есть, я ему, в принципе, достаточно прозрачно, и я думаю, что для вас понятно. Для бессрочных лицензий и для лицензий, которые действуют один год, в течение определенного времени действуют обновления программного обеспечения от нас и плюс техническая поддержка третьей линии. Если мы говорим про бессрочные лицензии и про их обновления, то заказчик, начиная со второго года, может просто докупить пакет обновлений, где он также получит поддержку и все новое ПО, которое будет у нас выходить. А если говорить про релизы программного обеспечения, то релизы у нас выходят примерно один раз в квартал и по почте, и по MightyMod. Хорошо, давайте тогда перейдем к нашему заключительному пункту, где мы обсудим те кейсы, которые у нас были. К сожалению, в настоящий момент у нас нет открытых кейсов, про которые мы могли бы говорить и озвучивать тех заказчиков, с кем мы работаем, и кто пользуется нашими продуктами. Это связано с определенными ограничениями с юридической точки зрения, с тем, что мы подписываем с заказчиками документы, которые запрещают нам разглашать публично эту информацию. Поэтому сейчас все кейсы, о которых я вам расскажу, они будут в закрытом формате, но с обозначением направления сферы деятельности того или иного заказчика. Итак, первый кейс, который у нас будет сегодня озвучен, это кейс с корпоративным мессенджером MyTeam. Перед заказчиком, это заказчик банк, перед ним стояла задача по поиску замены скайпа для бизнеса. Ему было нужно найти какое-то отечественное решение, которое бы закрыло блок по коммуникациям внутри компании. Также у заказчика присутствовала проблема, когда многие сотрудники переписывались в публичных мессенджерах, в Телеграме и в Ватсапе, ввиду того, что это банк, там такая коммуникация не приветствовалась со стороны руководства, и нужно было также этот вопрос каким-то образом решать, и им нужно было минимизировать риски утечки информации за пределы компании. Заказчик рассматривал несколько решений, альтернативных решений, в том числе и наше. Было проведено тестирование внутри компании, так как средний возраст работников банка, он был 50-50+, да, то для них очень было важно, чтобы то средство коммуникации, которым они будут пользоваться в принудительном режиме, им было важно, чтобы оно было понятным, и не нужно было дополнительно там проходить какое-то обучение, дополнительно разбираться в новом решении и тратить на это какие-то ресурсы. То есть это был для них один из таких важных критериев для того, чтобы сотрудники могли легко перейти на новое решение, чтобы их не тянуло в тот же самый Ватсап или Телеграм, и не было таких проблем с переходом. Понятно, да, что в случае банка там особо никто не церемонился с сотрудниками, но, тем не менее, их пожелания там были учтены. Заказчика, проведя тестирование как функциональное, так и техническое, так и пользовательское, в конечном итоге выбрала наше решение, очень оказало влияние на принятие решения то, что мессенджер у нас максимально простой и понятный, и здесь пользователи просто проголосовали именно за него. Но с какими сложностями мы столкнулись? Со стороны заказчика был озвучен ряд требований по реализации каких-то узконаправленных функций, которые должны присутствовать в мессенджере, и вот мы до сих пор эти функции дорабатываем. Нам дали определенный срок, в течение которого мы должны усовершенствовать наш продукт и адаптировать его под заказчика, и мы идем пока согласно в рамках тех договоренностей, в рамках той разработки, которая была согласована с заказчиком. Следующий пример кейса по мессенджеру, он связан с заказчиком, который является закрытым производственным объединением по производству лекарственных средств и препаратов. Это объединение находится в нескольких регионах Российской Федерации. Здесь мы сотрудничали только с одним из предприятий. То есть это был такой пилотный проект. Так как заказчик является производителем и разработчиком лекарственных препаратов, то у них достаточно большой уровень секретности присутствует на предприятии, и каждый сотрудник перед входом на территорию очень проверяется, службы безопасности, отбираются буквально все личные вещи, и сотрудники, которые там работают, они весь день находятся без каких-либо средств связи. Но так как предприятие достаточно большое и все-таки была необходимость поддерживать какую-то коммуникацию между сотрудниками для оперативного решения тех или иных вопросов, и заказчик решил посмотреть в сторону тех решений, которые сейчас есть, тех решений по коммуникации, которые есть и которые могут работать в закрытом периметре. Данный проект у нас был реализован с одним из наших партнеров, который поставлял мобильные средства, то есть это мобильные телефоны. Эти мобильные телефоны, они были целиком и полностью закрытыми для сотрудников, то есть там не было сотовой связи, там не было каких-то приложений. Единственное, что было в этих мобильных телефонах, это наш мессенджер и MDM-система. Все. То есть там больше не было ничего. Заказчик выбрал нас, потому что мы показали хорошие результаты по работе в закрытом периметре, то есть в периметре, где нет интернет-соединения. Это для него было важно, чтобы система не стучалась в открытую сеть для того, чтобы там получать какие-то обновления, получать какие-то сигналы. Наш MyTeam вполне спокойно может работать в такой системе, в такой обстановке, и ему нет необходимости выходить куда-то за. В принципе, решение было выбрано заказчикам достаточно быстро, и он остался доволен, и сейчас мы рассматриваем расширение данной схемы на другие производственные предприятия в других регионах. Следующий кейс – это почтовый кейс, связанный с нашей почтой. В данном случае заказчиком выступает научно-исследовательский институт. Перед ними стояла задача перейти из облачной почты от российского провайдера на решение, которое будет развернуто на земле в их собственной инфраструктуре. Это решение было связано с тем, что с точки зрения законодательства они не могли дальше размещаться в облаке, и им нужно было куда-то переходить. Изначально облако они выбрали потому, что там можно хранить большие объемы информации, большие письма с большими вложениями, и облако достаточно быстро работало, и почта у них не тормозила. До этого они сидели также на онпрем-решении, но оно перестало в какой-то момент удовлетворять их потребности. У них ключевая задача в рамках почты была связана с тем, что им нужно было отправлять файлы очень больших размеров, обмениваться этими файлами между собой, так как они научно-исследовательский институт, то все результаты их работы, все результаты исследований, они как бы отправляли друг к другу по почте, естественно, в рамках того, в рамках той информации, которую можно было отправлять. Соответственно, им нужно было переехать в онпрем, в какое-то онпрем-решение, и здесь они выбрали нас как раз-таки потому, что у нас стоят базы данных in-memory, которые позволяют перелопачивать почту большого размера за максимально короткое время. Другие решения, которые смотрел заказчик, они им не подошли, ввиду того, что почта того объема, который у них есть, очень тяжело перерабатывалась другими почтовыми системами. В конечном итоге заказчик установил почту не на своем оборудовании, потому что почта оказалась, после того, как проанализировали ее объем, почта оказалась очень и очень много, у них просто не было ресурсов для того, чтобы увеличить серверные и СХД мощности. Они решили воспользоваться услугами по аренде инфраструктуры в стороннем СОДе и просто проложили туда выделенный канал для того, чтобы напрямую подключаться к этим серверам. Такой очень сложный кейс для нас с точки зрения реализации, с точки зрения настроек, но, тем не менее, клиент достаточно доволен, остался нашим продуктом и пользуется им. И сейчас мы рассматриваем с ним вариант, чтобы все-таки сделать этот кейс публичным. Последний кейс, о котором я бы хотела вам рассказать, он связан с федеральным органом исполнительной власти. Здесь достаточно простая ситуация, что им просто нужно было уйти с экченджа на отечественную почтовую систему, и, соответственно, они искали тот продукт, который входит в реестр Минкомсвязи. Заказчик рассматривал несколько продуктов, он рассматривал нас и еще два почтовых решения. Скажу сразу, ни одно из этих решений не удовлетворило его в первоначальном виде, то есть был сформирован ряд пожеланий к каждому продукту. Заказчик решил пойти по пути того, что нужно обсудить доработки и функциональные требования с каждым из вендоров, обсудить их роудмэп. Они пообщались со всеми претендентами, и в результате выбор заказчика, он упал на нас, потому что мы со своей стороны там тоже проделали определенную работу, приоритизировали часть задач, которые у нас были в роудмэпе, но на более поздний срок мы просто договорились о том, что если заказчик выбирает нас, то мы эти задачи делаем, допустим, не в разрезе года, а в разрезе полугода, либо трех месяцев. Я уже сейчас точно не помню. В результате этого заказчик остановил свое решение на нас, до сих пор пользуется, и вроде бы все хорошо. По крайней мере, никакой другой информации от него не поступало. Коллеги, на этом по кейсам у меня все. Я очень старалась уложиться в тайминг. Вроде бы даже получилось. Поэтому если есть вопросы по кейсам, по продукту, по лицензированию, пилотированию, можете смело их задавать. Если сейчас вопросов никаких нет, то можете зафиксировать мои контактные данные и писать напрямую. Либо коллеги из Мерлеона с радостью, я думаю, что с радостью, вам помогут найти ответ на все вопросы, которые у вас возникли. Коллеги достаточно хорошо знают наши продукты, поэтому окажут вам полноценную, целовую и техническую консультацию. Субтитры создавал DimaTorzok